Юрий Надыктов был более известен под сценическим псевдонимом Юрий Алмазов. Он родился 8 сентября 1969 года в Омске. Получив диплом, молодой человек решил реализоваться в профессии. Он устроился работать музыкантом в один из ресторанов Омска. Юрий играл на барабанах, зарабатывая 90 рублей в месяц и зависел от вкусов публики, заказывавшей музыку. В 1993 году финансовое положение музыканта оказалось плачевным. Рестораны опустили, люди пытались свести концы с концами. Юрия выручил приятель, пригласивший его на работу в казино. Исполняя песни Михаила Шафутинского, артист оказался востребован, и в его биографии началась белая полоса. Руководство казино высоко оценили талант молодого исполнителя и предложили ему заключить контракт. Юрию Алмазову предоставили внушительную сумму для записи собственных песен, а также профессиональное оборудование. К сожалению, музыкант недолго купался в лучах славы. Вскоре казино было закрыто. Юрий перебивался заказами на свадьбы и дни рождения. Устав от этого, он отправился вместе с женой и сыном в Москву. Параллельно с творчеством Юрий Алмазов пробовал себя в качестве музыкального продюсера. Он основал проект «С Новым годом пацаны» и привлек в него исполнителей русского шансона. К этому моменту произведения Юрия стали пользоваться спросом. В 1999 году музыкантом была основана женская шансон-группа «Воровайки», которая по сей день пользуется популярностью среди любителей блатных мотивов. В 2002 году Юрий Алмазов тесно сотрудничал с Михаилом Шафутинским, написав для него ряд песен. Новая волна популярности накрыла Юрия Алмазова в 2005 году, когда он основал группу «Бумер», в которой начал выступать сам. В группе «Бумер» Юрий Алмазов выступал до конца своих дней. 14 ноября 2019 года стало известно, что музыкант и продюсер скончался из-за сердечного приступа. Юрию Алмазову было 50 лет. Похоронили артиста на Щербинском кладбище Москвы. Леонид Портной появился на свет в Одессе 6 ноября 1950 года. Он родился в творческой семье. Мама Леонида – вокалистка, а отец – хореограф. В 70-е годы Леонид Портной начал выступать вокалистом в коллективе «Сверчки». Чуть позже он продолжил свою деятельность в Одесской филармонии. В 1977 году Леонид Портной решил уехать в Америку. Работы было много. Артист постоянно был загружен, выступая в местных ресторанах Чикаго. В 1983 году он переехал в Канаду, где выступал совместно с музыкантами из Италии, России и Испании. Через два года Леонид Портной записал свой первый альбом на полпути, а затем альбомы начали выходить один за другим. В 1994 году музыкант приехал в Москву. Там он снял клип на песню «Сын и дочь», который еще долго показывали по телевидению. С конца 90-х и до 2002 года Леонид Портной организовывал выступления во многих странах, а затем вернулся в Россию. Песни, спетые исполнителем, до сих пор пользуются популярностью. Больше всего слушателям нравятся композиции «Кто создал тебя такую» и, конечно же, сын и дочь. Последние годы жизни Леонид Портной жаловался на боли в сердце, но отказывался обращаться за помощью. 30 августа 2016 года музыкант умер во сне. Почему он умер, так и не сообщили. Леониду Портному было 64 года. Тело исполнителя отвезли в Канаду, где похоронили рядом с родителями. Пьер Нарцисс родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В 13 лет он самостоятельно научился играть на саксофоне. В начале 90-х Пьер Нарцисс основал свою группу, которая исполняла песни в клубах. Они пели на французском и на местных языках Камеруна. В 1998 году Пьер Нарцисс приехал в Россию и остановился у сестры в Подмосковье. Он принял участие в съемках фильма «Сибирский цирюльник», сыграв эпизодическую роль. Эта роль стала его первой публичной работой. Примерно в это же время Пьер Нарцисс поступил в МГУ, параллельно с этим работая в клубах и казино, а также играя в КВН-команде Руден. Вскоре певец стал участником второго сезона популярного шоу «Фабрика звезд», где его визитной карточкой стала песня «Шоколадный заяц». В 2004 году он выпустил первый одноименный альбом. Все это время Пьер Нарцисс выступал на различных мероприятиях, в клубах и ресторанах, а также часто появлялся на телевидении во многих проектах. В течение последних 10 лет исполнитель боролся с тяжелой формой подагры, которая образовалась на фоне астмы, а в 2022 году Пьеру диагностировали почечную недостаточность. 21 июня 2022 года музыкант скончался от остановки сердца из-за неудачной операции на почке. Пьеру Нарциссу было 45 лет. Спустя месяц и два дня артиста похоронили в семейном склепе на родине в Камеруне. Для публичного посещения могила певца закрыта. Батырхан Шукенов родился в Кзыл-Орде 18 мая 1962 года. В 1982 году, будучи студентом консерватории, Батырхан познакомился с музыкантами Байгали Серкибаевым и Булатом Создыковым, которые пригласили его саксофонистом в группу «Арай», которая уже пользовалась популярностью. В 1987 году музыканты создают новый коллектив «Алма-Ата» и через год выпускают свой первый альбом, а также переименовывают группу в «Алма-Ата-студио», а Батырхан Шукенов становится фронтменом коллектива. В 1989 году группа сочиняет свой первый всесоюзный хит «Джулия». С группой знакомится Алла Пугачева и предлагает им переехать в Москву. После участия в рождественских встречах группу «Астудио» узнает вся страна. У коллектива появляется плотный гастрольный график. Также они записывают новые и новые хиты, среди которых «Нелюбимая», «Белая река» и другие. Осенью 2000 года Батырхан Шукенов решил покинуть «Астудио» и вернуться к этнической музыке. Он основал сольный проект под кратким именем «Батыр». Музыкант выпускал сольные альбомы, а также активно появлялся на телевидении. В 2015 году, за несколько месяцев до смерти, Батырхан Шукенов принимал участие в шоу «Один в один». На репетиции финального номера музыкант почувствовал себя плохо и в итоге так и не смог принять участие в финале и спецвыпуске программы. 28 апреля 2015 года Батырхан Шукенов ушел из жизни от инфаркта. Ему было 52 года. Его посмертно признали победителем шоу «Один в один» наряду с основным. Батырхан Шукенов похоронен на Кенсайском кладбище.